Привет, друзья! Очень-очень интересно, потому что мы сейчас готовим как раз-таки вебинар с Романом Газенко. Я, Лен Алиев, мой сын, там будет психолог и художник, настраивать наше все внимание, все аудитории, чтобы мы так полнее это поняли, осмыслили, и потом жизнь наша сразу стала улучшаться. И в этот момент, когда я вчера сделал ролик о том, что мы вообще-то в методе ключ, который на совершенных стадиях сегодняшнего дня, используют именно наши естественные, инстинктивные, защитные реакции, которые у всех людей, в каждом конкретном случае, конкретно, индивидуально, у каждого. Например, в ролике о том, что можно бурчать себе под нос, когда вам страшно, когда вам плохо, вы не знаете, как быть, когда не знаете, какое решение принять, или когда у вас хорошее настроение, вам хочется его запомнить, тогда вы начинаете себе под нос говорить тихо, шепотом почти, не требуя никакого усилия, просто говорите, 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 выговаривайтесь, выговаривайтесь, вот у меня хорошее настроение, такое настроение, такое настроение. Начинаете потихонечку под нос себе распевать, не затрачивая никаких сил. И начинаете себе, может быть, дирижировать вот так, или когда я говорю, видите, я как делаю вот так вот, инстинктивно, я над этим совершенно не задумывался, я просто в нескольких роликах вдруг увидел, что я когда разговариваю с вами, я вот так делаю. А этим я снимаю инстинктивное лишнее напряжение, чтобы мысль свободная была, вот оно как, и жестикуляция тоже для этого служит. Так вот, послушайте, что интересно. И мне, когда я делал ролик о том, что мы так можем, страх, например, свой выговаривать, 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 бурчать себе под нос, там выговаривать, и через это постепенно снижается напряжение, снимаются нервномышленные зажимы, мы выходим на состояние, когда мы уже можем пропевать это, пропевать это, например, говорить, ой, как мне плохо, как мне плохо, что же мне делать, как мне жить и так далее, дополнять движениями, которые в этот момент хочется сделать. И мы выходим из этого бурчания, из этого пения, пропевания, именно про свои состояния, хорошее или плохое, мы выходим на состояние такой свободы, такого раскрепощения, ещё большего, чем когда было хорошее состояние. Такое, потому что в этот момент адреналин сменяется эндорфином, и сразу появляется кислород в клетках мозга, и сразу дыхание становится свободным. Видите, как я уже говорю об этом, я же выговариваюсь, 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 и у меня уже идёт раскрепощение. Видите, я уже начинаю такое, у меня уже глазки начинают искриться, да-да-да, улыбка появляется, это я не искусственная, у меня бы минуту назад не было желания улыбаться, а тут появляется, понимаете. И тут мне дама пишет, а что ворчун, который там ходит, ворчит себе под нос, это тоже инстинктивно-защитная реакция? Конечно, он так себе инстинктивно снимает напряжение, поэтому я бы мог назвать этот ролик даже как из ворчуна сделаться чемпионом мира по боксу или оперным певцом. Да-да, действительно, потому что это удивительно, люди этого раньше не знали, никогда никто до этого даже и думать не мог. Вот он ходит, ворчит себе, оказывается, он стресс снимает, бубни тебе, бубни тебе, потому что он в таком состоянии находится, когда ему хочется выразиться, бубни тебе хочется. Так вот, как раз-таки на этом всё и построено. Может стать чемпионом мира, может стать певцом оперным, конечно, может, потому что он снимает нервномышленные сжимы, снимает стену отчуждения между собой и видом деятельности, например, пением, и у него голос появляется, свободный, свободный. Я же рассказывал случай, у меня в первой книжке было ключ себе, как женщина свой включ там, она, значит, говорила, я повернулась, представила себе, что я пою, как Шаляпин, меня, говорит, ещё больше развернула, я как запела басом. И она так перепугалась, потому что, ну ладно, вопрос-то вот в чём. Мы будем делать сейчас вебинар, очень серьёзный, потому что представьте себе, психофизиологический метод ключ, в котором есть эти элементы, ключ-2, вот есть эти элементы, где используются пики напряжения, переходные состояния между сном и бодрствованием, я там кое-что об этом скажу. И вот Аман Газанько будет рассказывать, как истинные, ну ближе к истине, ближе к истине понимание слов, корней слов, потому что очень многие слова мы не так понимаем вообще-то, не по их предназначению. Да, и разговариваем между собой на самом высоком уровне, на любых уровнях, и на совещаниях, и на выступлениях, и на докладах, и на личных отношениях у нас всё. Оказывается, много проблем возникает из-за того, что вот вебинар посмотрим, проведём, поучаствуем активно, вопросы там позадаём, и тогда мы сможем увидеть наглядно, как наша жизнь улучшается, на собственном примере увидеть, и даже потом от радости написать, как это работает. Да, ссылка будет насчёт даты вебинара, насчёт часа вебинара, прикреплена в комменте под этим роликом. Да, друзья, про ворчуна интересный вопрос задала, спасибо, спасибо, видите, как это важно. И не только ворчит человек, инстинктивно снимая стресс, нет, он не только ворчит, он иногда дрожит, он иногда много чего делает, а всё это не знает, что это и есть как раз-таки механизмы саморегуляции инстинктивной, которые надо использовать как инструменты. И когда он поворчит несколько раз осознанно, в виде упражнения, то потом он может снимать лишнее напряжение без ворчания. Вот это в чём дело, это путь к осознанности, то есть к себе самому, как к Творцу. До встречи, друзья.